Культ, 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 культ поход На часах 12.05 в эфире программа «Культ поход» Частота нашей радиостанции 101.0 Если у вас есть желание и потребность слушать онлайн-трансляшу наши передачи То заходите по ссылке, которая размещена в телеграм-канале «Кировград» Как обычно, сегодня будут интересные гости Вернее, гости. Интересная тема. Будем задавать вопросы вам, наши слушатели. Отвечайте на них и получайте призы всевозможные. 211-101. Сразу же напоминаю номер нашего телефона. Пятница, 20 число. Слава богу, что нет дождя. Настроение немножко лучше, чем в дождливую погоду. Не правда ли, Светлана, дождевых? Правда. Владимир Сметанин. Ведущие представились. И с нами наш соведущий Илья Креницын. Илья, добрый день. Добрый день. Сегодня мы отправимся туда, где давненько, по-моему, в культпоходах мы уже не бывали. Тут повод такой прекрасный был на днях. Это открытие отреставрированной, отремонтированной приказной избы. И не так давно мы общались с руководителем музея нашего областного краеведческого Юрием Балыбердиным на эту тему. Ну а сегодня у нас прекрасная возможность поговорить вообще о мероприятиях, которые проходят в областном краеведческом музее. Как известно, у музея есть несколько подразделений, так простым. Филиалов. Филиалов, простым языком выражаясь. Так что в ближайшие 25 минут мы будем на эту тему говорить с нашей гостьей. У нас в гостях Евгения Кулик, специалист по связям с общественностью Кировского областного краеведческого музея имени Алабина. Добрый день. Добрый день. Да, ну вообще вот весна, ой, простите, весна, осень. Весна в душе. Весна в душе и весна в голове, да. Вообще вот эти осенние, пасмурные, такие промозглые, сырые дни, как с точки зрения востребованности краеведческого музея? Люди приходят для поиска таких хороших положительных эмоций? Конечно, конечно, потому что это действительно вот когда на улице так серо, дождик идёт. Вот самое то это по улице Спаской, когда ты гуляешь, видишь вывеску Краеведческий музей, а там тепло, там уютно, там множество интересных выставок проходит. Конечно, люди приходят. У нас как-то по сравнению с летним периодом нет спада посещаемости. Кстати, мы тут буквально вчера говорили о итогах работы в этом сезоне туристическом пешеходной Спаской. У нас вот торжественное закрытие там уже состоялось. Евгения, сотрудники Краеведческого музея почувствовали на себе больше интереса в выходные? Конечно, конечно, конечно. В связи с тем, что Спаской была пешеходной. Конечно, сотрудники Краеведческого музея сами активно принимали участие в реализации пешеходной Спаской. У нас каждые выходные перед музеем на площадке был и мастер-классы, и выступления артистов. И я думаю, что всем запомнился показ ретроавтомобилей. Мы его проводили дважды, и дважды это был просто фурор. Люди приходили. И, конечно, да, потом они, конечно, заходили в музей и были у нас. Ну что, с чего начнем мы? Мероприятия. Да, с мероприятий. Такие новые выставки. Сразу могу сказать, что мы сегодня будем разыгрывать билеты на одну из выставок. Называется выставка «Удивительный мир пауков. Возрастное ограничение 0+. Что там прямо живые пауки? Да, конечно. Там более 50 особей пауков. Пауки — это животные, а не насекомые, как я выяснила. Животные? Да. Правильно называть их именно так. Очень интересные образцы. Они очень хорошо, удобно, скажем так, разместились у нас в одном из залов. Очень удобно в плане того, чтобы посмотреть. Вы можете его, каждого этого паука, рассмотреть со всех сторон. То есть они в прозрачных аквариумах? Они в прозрачных террариумах находятся. Им там достаточно уютно созданы все условия, причем приближенные к их реальным местам обитания. И есть у нас пауки там, скажем так, очень необычные. Есть гигантские пауки, просто очень большие. Сколько сантиметров? Ну, я читаю на сайте, тут от одного названия в дрожь бросают. Гигантский скорпион. Есть такой гигантский скорпион. Гигантский птицеед Голиан. Ну, вот с руку они с вашей будут, гигантский вот этот птицеед. Большой. Да, есть такие. Поэтому, конечно, это необычно, то, что вот именно в нашей средней полосе, скажем так, увидеть вот этих вот животных, которые живут в тропиках, в пустынях в основном. Вот многие из них, скажем так, они ядовитые. То есть вы их вообще можете только разглядеть. Вот, ну, и так как мы всё-таки музей, мы своей целью ставим не только вот показать их, да, вот посмотрите, вот паук, но мы ещё и рассказываем, то есть о каждом пауке, там рассказ, где обитает, какие повадки, чем питается, какие особенности. Сделана очень хорошо эта выставка. То есть к нам приходят, когда дети, многих детей можно увидеть, они вот идут с блокнотиком, списывают себе. Записывают всё. Да, наверное, проект какой-то по паукам будут делать. Ну, и, естественно, там, конечно, можно, там яркие фотографии можно сделать на этой выставке, оборудована фотозона. Вот, то есть сейчас, конечно, выставка пауков, да, в выходные мы приняли, ну, где-то каждый день по 150 человек приходят, бывает. Илья, Илья, спроси, как кормление животных этих осуществляется? А я вообще очень пауков боюсь на самом деле. Да я как представлю, что есть большие пауки, сидят в террариумах. Нет, наоборот, если вы их боитесь, пауки, то вот это самое лучшее средство прийти и вот так вот со стороны на них посмотреть. Познакомиться, они далеко, меня не заденут, всё хорошо. Да, они далеко, они не заденут, кормление происходит. У нас практически каждый день бывают экскурсии со специалистом-арахнологом. Вот, то есть можно прийти на экскурсию, можно, может быть, попасть на кормление, тут гарантировать сложно. С какой периодичностью им пищу предоставляют? А вот интересно, то есть у пауков, у них нет чувства голода, нет чувства насыщения. То есть в природе он как добычу поймал, покушал, до следующей добычи может терпеть. Ну, здесь у нас с определённой периодичностью разные виды пауков проходят кормление. А что за добычу вы им туда? Ну, это разное, разное. Ну, животное происхождение тоже какое-либо? Они же растительные, насекомые тоже. Конечно, да. То есть специалист, он чётко знает, как их кормить, как к ним относиться. Вот, можно сказать, что даже Александр, вот специалист, который у нас арахнолог, привёз эту выставку. Это привозной проект у нас. Он с большим уважением относится, вот, правда, к этим вот своим подопечным, скажем так. Наверняка имена, наверное, есть у пауков свои. Ну, меня с ними не знакомили, не могу сказать. Всё решается. Приходим, смотрим, спрашиваем у Александра, он интересное расскажет. Выставка достаточно продолжительное время будет работать. Смотрю, я на сайте Краеведческого музея с 10 октября она открылась и до середины января следующего года. Да, да. То есть на каникулах, на новогодних милости просим побывать, познакомиться. Ноль плюс, ещё раз напомню. Далее, следуем, не будем задерживаться. Помимо пауков, есть у нас ещё в главном здании ещё один привозной проект интересный. Это выставка объёмных фрактальных картин, которая называется «Я – Вселенная». Сложное, может быть, такое понятие, с одной стороны, фрактал. Это такой таинственный достаточно объект математический. То есть это предмет, который множит сам себя до бесконечности. Но, в принципе, с другой стороны, все мы с вами этот фрактал видели в детстве, когда смотрели в калейдоскоп, узоры калейдоскопа. Это вот именно как раз… Фигурные какие-то, получается, картины. Да, фигурные, это как раз фракталы есть. Это замысловатые, причудливые изображения, когда вращаешься. У нас эти картины не просто, они объёмные, они с эффектом 3D, они с эффектом анимации. Когда ты проходишь каждую картину, меняется на ней изображение. В зависимости от угла зрения, какие-то элементы пропадают, какие-то элементы появляются. Это уже, наверное, скорее для подростков, да? Это для подростков. Они любят… А возрастное ограничение мы не назвали? Для взрослых. Там тоже 0+. Тоже 0+. 0+, но я думаю, что это как раз… Да, это будет для взрослых, для подростков. Я сразу скажу, что у нас все мероприятия доступны по Пушкинской карте. Пожалуйста, приходите. Вот, что у нас есть на этой выставке, был интересный момент. То есть у нас на этой выставке есть реальные фото. То есть фракталы — это элементы в природе, они встречаются. Дерево элементарно тоже фрактал, оно в бесконечности может множить свои веточки. В архитектуре есть реальные фотографии. Есть у нас работы, ну, копии, конечно, не оригиналы известных художников, Ван Гога и Леонардо да Винчи, допустим. У них тоже есть картины по принципу фракталов. А есть мандалы, на которые можно прийти, помедитировать, посмотреть. А есть картины, написанные, созданные искусственным интеллектом. И вот недавно мы у себя в социальных сетях, в группе ВКонтакте, делали такой опрос. Мы пять фотографий разместили и предложили нашим подписчикам угадать, какую же из этих картин создал искусственный интеллект. Не угадал никто. Популярная сейчас такая. Не угадал никто. Не угадал никто. Все в основном показали на картину. Картина была реальная макросъёмка цветной капусты. Цветная капуста в разрезе. Что там такого удивительного? Но люди посчитали, что это создал искусственный интеллект. Это к чему? Это к тому, что как раз на этой выставке, вы знаете, можно понять, насколько у нас велика природа наша и необъятна, сколько ещё мы не знаем, и насколько уже продвигается искусственный интеллект, что мы не можем его отличить. В этом году настоящий такой прорыв в изучении. В нейросети в целом. В нейросети. Ну сейчас, да, все, но не то, что все, но многие об этом говорят. Поэтому хочется вернуться к какому-то традиционному, милому, постоянной экспозиции. Есть ли какие-то изменения всё так же? Может быть, какие-то новые экспонаты? Постоянной экспозиции Кривейческого музея? В постоянной экспозиции, да, у нас буквально с летом в исторической экспозиции находятся экспонаты, которые у нас приехали с реставрацией. Несколько экспонатов. То есть это интересные очень чайные пары, которые у нас отреставрировали. Одну чашечку буквально там по кусочкам собрали реставраторы в Костроме. Фарфоровые. В центре, да, Горбаря. Вот это вот, скажем так, обновление в нашем зале истории, в нашем зале природы. Но вы знаете, что мы в конце прошлого года открыли обновлённую экспозицию по природе. Там тоже поток наших маленьких посетителей, особенно он не иссякает. Там всё сделано, новые диорамы, по-новому можно рассмотреть все природные комплексы. Вот это по постоянной экспозиции. Ну и дополнение сейчас к нашей постоянной экспозиции, это экспозиция, посвящённая Салтыкову Щедрину. Так. Мы уже все, наверное, я думаю, кировчане заметили, что сейчас дом-музей Салтыкова Щедрина находится на реставрации, на реконструкции. Вот. Как долго она продлится, как долго у вас, вот, к вам переехал? Ну, планируется, что до конца года уже должна реставрация закончиться. Вот. И мы подумали, что негоже будет оставлять наших жителей города Кирова, туристов, без экспозиции по Салтыкову Щедрину. Ну, и Салтыков Щедрин собрал вещи и переехал к нам в главное здание на Спасскую. То есть в основном там именно те мемориальные предметы, которые были в доме музея Салтыкова Щедрина. Там воссоздана обстановка рабочего кабинета, воссоздана обстановка гостиной. И когда мы сделали эту экспозицию, сами посмотрели и поняли, что совершенно по-другому, по-новому заиграли вот эти привычные предметы. То есть если кто-то был в музее Салтыкова Щедрина, думает, что видел уже всё, я очень рекомендую прийти, вы совершенно по-другому это всё увидите. Ну, и плюс мы рассказываем о том, да, как проходило здесь пребывание Салтыкова Щедрина на Вятке, чем он занимался, как он работал. Вы же все знаете, что у него очень важное событие в жизни на Вятке произошло. Женился. Да, будущую жену нашёл. Вот очень у них интересная история была. Кроме того, не только это, на Вятке Салтыков обрёл свой псевдоним Щедрин. То есть именно после работы здесь, после того, как он познакомился с очень интересным человеком по фамилии Щедрин, вот он присоединил себе вот этот вот псевдоним. И так как у нас экспозиция называется «Салтыков-Щедрин. Взгляд из 21 века», он символизирует работы наших современных художников. и замечательные совершенно скульптуры Максима Наумова по произведениям Салтыкова и Щедрина. Я думаю, тоже многие их видели. Вот здесь они тоже совершенно по-другому встали, играют почти главную роль. Очень советуем тоже посмотреть. То есть на эту часть выставки можно попасть по билету на постоянную экспозицию? Или это теперь как отдельная выставка? Это отдельная выставка. Отдельная выставка. Да, на неё можно отдельно попасть. Тоже, конечно, Пушкинская карта действует. Вот можно взять общий билет по всему музею, и тогда увидите и историческую экспозицию, и природную, и Салтыкова-Щедрина. И у нас ещё продолжается тоже очень серьёзная такая выставка. Это Духовное возрождение Вятского края. Вот это по президентскому гранту. Очень тоже интересно. Можно тоже прийти посмотреть. Как сейчас обстоят дела с приказной сбой? Вот уже неделю, когда она открылась. Да, заинтересовало ли кировчан открытие? Идут ли? Да, пошёл ли народ, что называется? Пошёл, и очень хорошо пошёл. За 10 дней более 600 человек у нас побывало в приказной избе. Тоже за выходные 200 человек посетили. Очень интерес большой вызывает. Буквально, знаете, люди вот только открываются. Вот тоже ты и видишь, что несколько человек стоят, ждут. Ну, давайте, давайте. И 10 минут до закрытия люди. А можно мы ещё посмотрим? То есть вот так вот буквально от открытия до закрытия люди идут. Официальное название музея так и сохранили приказы? Приказная изба, да. Экспозиция называется «История здания в истории города». Может, уже какие-то планы есть в отношении избы? Что-то новенькое там представить? Занятия, может быть. Помещение ведь небольшое, да? Его надо насыщать какими-то, может быть, мероприятиями. Там, конечно, проводят сейчас мастер-классы по народным промыслам. Они уже идут. Вот как раз они тоже собирают очень большую аудиторию. Сейчас пока вот там работает эта новая экспозиция. То есть давайте люди у нас сходят, насытятся, посмотрят. Вот всё-всё-всё. А потом, конечно, да. Ну, вы это поймёте потом, да, почувствуете, что как только интерес снизится, значит, надо... Да, это живой организм любой музей. То есть очень чутко реагируем. Мы, сотрудники, видим что-то новое добавить. Вот что-то особый интерес вызывает это повторить, конечно. Сами музейные работники, вы как специалисты довольны преображением избы? Приятно там находиться внутри? Да, да. Конечно. Если вот, ну, все помним, да, всё-таки в каком она была состоянии. Четыре года ведь, да, она была закрыта? Если не ошибаюсь. Не долго достаточно. А, ну, пять, получается. Почти пять. Почти пять. Почти пять, да. То есть они все разные. Как это было, так это и сделано. Ну, я думаю, о ценности архитектурной приказной избы наслышаны уже, да, все. Один из самых известных памятников каменных, да, конца XVIII века. И я собираюсь тут о ней рассказывать на своей лекции о барокко, потому что как раз относится к эпохе барокко, да, и знаменитые эти вот наличники, которые вот не похожи друг на друга, да, эти ушастые наличники, вот, приехали к нам не откуда-нибудь, а из Петербурга, да, и были на летнем дворце Петра Первого. Ну, да, образ. Вот, поэтому, конечно, ценное здание для нашего города. Давайте еще пройдемся по филиалам Краеведческого музея нашего областного. Давайте в диораму заглянем. Можем? Заглянем в диораму, конечно. Да, надо сказать, что вообще диорама в жизни нашей семьи занимает особое место. Мой ребенок еще в детский сад посвящает выпускную группу, а детский сад находится в районе Центрального универмага, и они буквально каждый месяц в диораму ходят, и всегда с очень положительными эмоциями ребенок возвращается. Центр, да, с детьми там работают очень хорошо, вот тоже очень уйма различных совершенно занятий для детей, есть и по народным промыслам, и по истории края. В диораме продолжает работать сама непосредственная диорама, наше диорамное полотно. К слову, недавно был круглый стол ассоциаций диорамы Панорам России, в которые входит наша диорама. Еще раз, там было сказано, что диорама в Кирове — это одна из самых лучших диорам в России. — В каком она состоянии, простите, тут может быть краткий ответ, требует ли она реставрации к 650-летию, или все в порядке? — Нет, диорамное полотно, оно уже проходило реставрацию несколько лет назад, то есть оно в полном порядке находится сейчас. Ну, внешнее, наверное, состояние, да, тут в первую очередь... — Самого здания вы имеете в виду, Владимир? — Да, конечно, здание тоже великолепное. С архитектурной точки зрения, как любитель архитектуры, всегда говорю, что для профессиональных архитекторов у нас здание диорама — это самое привлекательное здание, как индивидуальный такой творческий проект. Ну и очень люблю постоянную экспозицию, то есть помимо самого полотна, я очень люблю экспонаты, которые находятся на втором этаже. Вот это постоянное... Напомните, как называется у вас постоянная экспозиция? Это, по-моему, что-то люди... — Люди, история, город... — Да-да-да, вот как-то так. И там есть очень ценные экспонаты, между прочим. Вот, например, касающиеся нашего врача Левицкого. Там его табличка на двери. Ведь мы все пишем по-разному эту фамилию. Левитский или Левицкий. — Через Ц. — Да, и все путаются. А вот можно прийти в диораму и посмотреть на бронзовой табличке с его кабинета. — Ну так что там? Раскройте секрет, как всё-таки правильно. — Левитский. По крайней мере, на его двери было написано именно так. Поэтому люблю экспонаты. Есть и очень оригинальные там какие-то коробочки в стиле модерн. Это уж как любителю художественного... — Там есть купеческая лавка. — Вот, в купеческой лавке. Там очень интересные тоже экспонаты. — Да, есть из кондитерской Юкубовского. Это наш первый вятский шоколатье. Очень интересно вам расскажут тоже о его судьбе, о том, как он развивал это всё. — Замечательные совершенно формочки для конфет. Ну, женщины, мы поймём. Вот, да. Очень много, конечно, в этой постоянной экспозиции. — Ну и сейчас ещё там работает у нас сменная выставка, которая посвящена учителям. — На первом этаже обычно у вас, да, сменная? — Да. — В честь года педагога и наставника, да? — Да, совершенно верно. Наставник, учитель, творец выставка. Вот тоже она на большой интерес вызывает. И она у нас вот планировала, что завершится в октябре. Но посетители у нас идут, и мы будем её продолжать. — Причина учителям Кировской области, Вятской губернии, да? — Да, Кировской области, Вятской губернии. — Ну, какие-то известные имена, которые там представлены. — Тепляшина. — Тепляшина, конечно, да. — Её фотографии. — Обязательно. И о ней всё это всё есть, да. Так что тоже можно, конечно, вот школьникам особенно интересно там побывать. — Так, есть у нас ещё время заглянуть в музей Грина. — Да, давайте заглянем в музей Грина. Там, тем более, открылась у нас на той неделе новая выставка в музее Грина. Называется она «Кузены». Она посвящена двум известным литературным деятелям. — Возрастное ограничение, сразу надо сказать, тоже ноль плюс? — Возрастное ограничение, да, тоже ноль. Вот это Николай Заболоцкий и Леонид Дьяконов. Они двоюродные братья. У них очень интересные параллели в судьбе идут. И вот наши сотрудники музея Грина выстроили экспозицию таким образом, что мы видим эти параллели. Вот это и первые публикации у того и другого. Это и их странствия, путешествия, и репрессии коснулись и того и другого. Так что тоже такая очень интересная выставка, особенно для школьников. Есть такие прям очень интересные такие моменты. Вот я не знала о том, что Леонид Дьяконов, я знала, что он исследователь нашего фольклора, но я не знала о том, что он все свои исследования, знаете, он писал своим почерком, рукой, на маленьких таких карточках и складывал их в коробочки из-под сахара, рафинада. И таких коробочек у него много-много стояло. И такие коробочки на выставке у нас как раз есть, можно увидеть. Фотографии, рукописи, живопись, личные вещи писателей, книги. Это я читаю анонс выставки на сайте Кровевического музея. Да. А литературный дворик вокруг, наверное, пока сейчас на зимний период свернулся вокруг музея Грина. Ну, почему нет, он не свернулся, там в хорошую погоду можно посидеть, конечно же, посмотреть, почитать. Сейчас, наверное, уже, конечно, книги из открытого хранения мы будем убирать, потому что дожди пошли. Вот, а тем не менее, там очень красиво, там тоже определенного рода фотозона работает. Вот, можно посидеть. Я просто помню, когда рассказывали об этих планах, и в планах было, что там какая-то часть вот этих конструкций, она что-то вроде должна была как-то, растения, да, куда-то можно было на зиму их убирать. То есть пока еще можно гулять. Пока еще можно гулять. И даже нужно. Музей воинской славы. Музей воинской славы. Если можем сказать, то нужно. Да, конечно. В музее воинской славы у нас сейчас продолжается экспозиция. Очень замечательная выставка, посвящена десантникам. Расплескалась синева. Она называется по строчке из известной песни. Да, до конца октября она будет идти. Наши воины-десантники действительно, вот вы знаете, правда, заходя на эту выставку, когда ты читаешь об этих людях, смотришь, определенный трепет это вызывает. Это, наверное, должен видеть каждый. Ну и постоянная экспозиция там, да, она посвящена Великой Отечественной войне. Маршальский зал нашим маршалам-героям. Мы рассказываем, вот рассказываем о десантниках. И работает у нас сейчас часть экспозиции, уже посвященная современной военной операции. Вот тоже очень много всего там интересного. Вещи, которые, скажем так, непосредственно с полей сражений нам были переданы, там находятся. У нас есть буквально минутка до рекламной паузы. Может быть, сейчас в работе какие-то находятся экспозиции? Что-то в ближайшее время может появиться? К Новому году или уже на следующий год? На юбилейный. На юбилейный год, конечно, да, у нас будет много проектов. Я пока все раскрывать не буду. И будут интересные проекты. Еще к Новому году обязательно будет очень интересный проект в Диораме. Будет вас ждать. И будет интересный проект тоже в музее Грина. Ну, видимо, все филиалы будут участвовать в... Возможно, но вот точно, что яркий праздник будет у нас в Диораме. Будет что-то очень необычное. Я напомню, что в эфире программа «Культпоходцы». Наша гостья Евгения Кулик, специалист по связям с общественностью Кировского областного краеведческого музея имени Алабина. Сейчас у нас будет полутораминутная рекламная пауза. После чего мы попросим нашу гостью озадачить вас, наши слушатели, вопросами. 211-101, номер прямого эфира. Светлана после перерыва озвучит. Или Илья озвучит те призы, которые у нас имеются сегодня в розыгрыше. Ну и традиционно напоминаю о том, что не надо забывать про телеграм-канал нашей радиостанции. Для подписчиков и читателей нашей тележки я обязательно там вопрос задам. Так что будьте на чеку. А сейчас реклама. Итак, внимание, скоро начнем задавать вопросы. 211-101, номер прямого эфира. Будьте внимательны. Илья, озвучь, пожалуйста, те призы, которые мы сегодня предлагаем выиграть нашим слушателям. Итак, сегодня мы разыгрываем пригласительные на любой фильм или сеанс в кинотеатре «Смена» или «Дружба». Также пригласительные в Вятский художественный музей на выставку «Город и горожане». Внимание закрывается 22 октября. Совсем скоро. Ограничение 0+. Также книга от магазина «Читай город». Это «Сны снежноягодника. 10 мистических историй для холодных вечеров. 16+. Елена Бриале, увлекательный и захватывающий детектив. Черный как тайны, синий как смерть. Ограничение 16+. Марина Кузнецова «Злые зубы. Как перестать бояться стоматологов и начать жить. 0+. Также пригласительные в Театр Наспаска и спектакль «Пиноккио». Екатеринбургского театра «Кукол». 21 октября в 14.00. Совсем скоро. Завтра уже. Пригласительные в Галерию Прогресса на выставку коллекция современного искусства Галереи Прогресса. Ограничение 6+. И пригласительные в Вятскую филармонию. Концерт Вятского оркестра русских народных инструментов имени Шаляпина «Рандеву в стиле фолк». 12 ноября, 17.00. Ограничение 12+. И еще у нас восьмой пункт здесь прописан. Самый главный. От нашей гости. От Кровеческого музея. Выставка «Удивительный мир пауков». Ограничение 0+. Итак. С которой мы, собственно, и начали наше сегодняшнее обсуждение. Мероприятие и выставка в областном Кровеческом музее. Ну и да, про книжки-то надо напомнить, что эти и другие книжки можно купить в магазине «Читай город». В торговых центрах театра «Крым», «Макси» на Луганской и ТРЦ «Фестиваль». Евгения, попросим вас озвучить вопрос номер один. Итак, вопрос номер один. В каком году в Вятке был основан Вятский публичный музеум, который впоследствии стал Кировским Кровеческим музеем? Ну вот, простой вопрос на знание даты конкретной. Не будем давать вариантов и ответов. Да, я думаю, пока не будем. Ну, давайте перенесёмся на век назад. Ещё один век, да? На много лет. На много лет. Может быть, ещё? Да. Посмотрим. И сейчас эта дата, подскажем, немножко является датой основания Краевеческого музея нашего областного Крыма. Классная эпоха была, да? Столько всего интересного происходило. 211-101, ждём попытки. Есть ответ. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Наталья. Наталья. В 1866 году. Верно. Евгения? В 1866. Да, совершенно верно. 1-8-6-6. Абсолютно верно. Что вы хотите получить в качестве приза? Давайте кино. Кино. То есть билеты в кинотеатр, либо смена, либо дружба. Отлично. Всё, не кладите нашу трубку. Свою трубку не кладите. Нашу мы тоже не будем класть. Передаём вас нашему редактору. Так, хорошо. Быстро справились, вот, я не сомневалась, говорила, что по краеведению у нас отвечают хорошо. Евгения, следующий вопрос. Следующий вопрос связан и с пауками, как раз и с литературой. Этого писателя в детстве укусил паук. Свой детский страх писатель отобразил в образе гигантской паучихи Шелоп во всемирно известном произведении. Что это за писатель? Так, гигантская паучиха. Это просто вопрос из серии «Что, где, когда». Мне серия известных блокбастеров пришла сразу на ум, да? И там главный герой тоже паук укусил, нет? Можем дать варианты. Можем дать варианты. А, было бы. Был, было бы. Варианты так. Нет, давайте без вариантов. Я думаю, что люди в курсе. Может быть, ещё раз повторить имя паука? Да, гигантская паучиха Шелоп. Это всемирно известное произведение, экранизированное. Мы его все с вами прекрасно знаем. Кино точно смотрели. 211-101. Ждём вашего правильного исключительного ответа. Потому что хотим вам очень подарить те призы, которые у нас сегодня есть. Выбирайте, что вам больше всего нравится. Ну и да, параллельно я запускаю ещё один вопрос в нашем телеграм-канале. Всё. Вопрос ушёл. Смотрите, читайте. Телеграм-канал радиостанции Кировград. Писатель. Это было верно, да? Да, это был писатель. Нужно назвать писатель. Ну давайте, ждём ещё несколько секунд. 15-20. Паучиха Шелоп. И будем, наверное, стараться дать варианты. Да? Ну, я думаю, Евгению, вы подготовились, да? Варианты можете дать. Просто я слышу, что называется, края муха. Кто-то пытается дозвониться в нашу студию. Сейчас узнаем, на какой вопрос попытается слушатель ответить на тот, который в телеге у нас размещен. Уж простите за слово такое. Просто оно уже устоявшееся телеграм-канал, тележка, телега. Алло, добрый день. Добрый день. Да, как вас зовут? Светлана. Светлана. Вы на какой вопрос хотите ответить? На вопрос из эфира. Да, так, отлично. Вы прям прополчих. Это персонаж «Властелина колец», автор Толкиен. «Властелин колец», Толкиен. Ну, Илья как-то уже утвердительно с утвердительной интонацией говорит. Видимо, это правильный ответ. Ага. Я уточнил, спросил. Нет, я просто к «Властелину колец» как-то мимо прошел. Я, к сожалению, не в курсе, что там происходит. Да, это Толкиен, это «Властелин колец», это, скажем так, яркий получился образ. То есть, видимо, вот не было на нашей выставке пауков, иначе бы он их больше не боялся. Но вот видите, как в мировой культуре с пауками, да, связано все равно что-то зловещая сила какая-то, да? Так, Светлана, давайте спросим, что, да, Светлана желает получить. Я хотела бы филармонию. Филармонию, вы имеете в виду рандеву в стиле фолк, да? Да. Ветский оркестр русских народных инструментов имени Шаляпина. Отлично, не кладите, пожалуйста, трубку. И мы успеваем задать еще один вопрос. Да, успеем задать. Что-нибудь быстренько такое, да? Что-нибудь быстренько, да. Я напоминаю, да, что вопрос у нас в телеграм-канале еще. Заходите туда быстренько, без труда можно найти, отвечайте тоже. В будущем году будет отмечать свой юбилей Музей воинской славы. Сколько лет исполняется Музей воинской славы? Будем давать варианты? Не будем давать варианты? Я думаю, кто быстрее ответит, наверное. В следующем году, значит, в 2024-м. Исполняется сколько-то лет. Сколько-то лет? 650 городу. Но Музей воинской славы поменьше. Ну, конечно, он самый молодой из всех филиалов. Находится, напомним, рядом с филармонией. Да, в парке Гагарина. 211-101. Ну, смотрите, ищите, что называется. Есть у нас звонок. Здравствуйте, в эфире. Представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Александр. Отвечаю на вопрос из Телеграма. Давайте. Ну, давайте. Музей в городе Самара. Ага, Самара, вы думаете. Кировский областной кровеческий музей носит имя Петра Алабина. В каком российском городе аналогичный музей? Тоже назван в его честь. Вот такой вопрос был задан в нашем Телеграм-канале. И, Александр, вы абсолютно правы. Потому что значительная часть жизни Петра Владимировича была связана именно с Самарой. И он, собственно, там и похоронен. Да, вы абсолютно правы. Тут только лишь одно маленькое уточнение нужно сделать. Что полное название музея в Самаре не кровеческий просто, а историко-кровеческий музей. Так что мы вас поздравляем в очередной раз. Что хотите получить? На паучков. На паучков. С удовольствием вам вручим. Я сейчас держу эти пригласительные в своих руках. Наши гости. Каждая проходочка на две персоны. О, отлично. Вам достается одна из проходочек. Так. Ага. Александр. Я чувствую, слышу, видимо, что трубка уже все. Связь прервалась. У нас остается меньше минуты. Раскрываем секрет, наверное, да? Давайте раскрываем секрет. Какой юбилей? 10 лет исполняется музей. 10 лет. Я думала, что 20. А я думала, что 5. Упустила как-то совсем. Хорошо. Будем прощаться. Еще раз приглашаем всех наших слушателей, и не только слушателей, жителей города в Краевический музей, чтобы скрасить эти такие серые осенние дождливые дни для того, чтобы получить заряд положительных эмоций. Добро пожаловать либо в главное здание непосредственно на Спасской 6, либо в филиалы Краевического музея. Благодарим нашу гостю. Позитивные эмоции гарантированы. Благодарим нашу гостю Евгения Кулик, Светлана Дождевых, Илья Креницына. Владимир Сметанин. Всем хорошей пятницы. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»